Всем снова привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами Джек мы продолжаем проходить Ведьмака 3 кровь и вино и мы отправимся по основному квесту сегодня с дополнительными квестами на данную секундочку покончено отправимся в коробьянка я думаю что надо улучшить снаряжение раз уж я как раз сюда иду опаньки и посплю как раз за 1 до утра и картину повешу которая у меня есть одни плюсы Как это я лихо все распланировал так сколько доспехов я кстати тут заполнил вот эти все стойки доспехами и доспехи на волне вот отсюда снимал обратно их поставлю У меня по моему вроде бы еще место осталось для картин если я ничего не путаю Мука 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 да Красивее Так поставить трофеи А нет это вот те трофеи которые тут тоже стоят как бы их не показывают Наверное мечи ты я продам которые у меня есть Так и снаряжение которое чисто для красоты Элегантные 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 Да и весть в принципе вообще малость Ух ты серебряный меч какой-то крутой на плюс 30 Закину сюда остальные что-то продали Геральт Давай поспим Прям как в MMORPG какой-то Где надо поспать чтобы получить определенные бонусы Так ну пойдемте Пойдемте улучшим оружием что-то Матушка Что-то у меня в ходулях ломит В ходулях В ногах что-ли Короб для винограда тяжелее чем эти твои мечи Че? Ты вообще выгнать Выгнать с моей винограды Серьезно? Вот это вот моя лошадь Прост невероятно вот именно вот я о том же прям поддерживать полностью гражданочка полностью вас поддерживаю сутка 40 варенов геральт хоть вообще 200 всех убивает всех монстров окей 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 то есть я прям сегодня что все закончили от плотва а каких-то не смогу интересно сделать после основного мне кажется что точно смогу и заказ до выполнять и кулачный бой сделать и узнать что там где доносится и монстра убить ну типа такие прям доп доп квесты я типа сделал я как бы сохранюсь дважды чтобы знать что это двойной сейф это место переломные мы пойдемте они будут сопротивляться у них есть оружие какие нас ждут укрепления неизвестно ваши враги совершили государственную измену бейте их за княгиню капитан дела тур расскажет детали прокачки кстати мутацию знака не вот это вот бы взял но у меня красных монтагенов больших почти нет так это что а и зеленых тоже нет вот меня ты так выше она прикольная 20 процентов большого урона я мог бы наверно вот это вот все взять вич начале боя 30 сила так мечом и мощь знаков а это все магическими как урон знаков на 50 процентов так собственно это вообще кайф давайте допустим вот так допустим вот так и тут все равно нужен красный или синий монтаген как заморозки я готов таким артом подраться мешать кубу так пойдемте внутрь господа ведьмак перед хорошо что ты здесь готов идти на дон ты не задачу нашей вылазки две разыскать сестру ее милости и схватить людей которые шантажировали вампира значит так дон ты не состоит из нескольких зданий окруженных стеной центральную часть занимает замок рода рик его недавно отремонтировал мы хотим ударить здесь со стороны главных ворот и захватить территорию перед замком знаешь сколько людей будет оборонять дон ты не рода рик держит при себе небольшую дружину рыцарей это не войско но пара десятков людей наберется к тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников мы мало о них знаем должно быть это люди центрица я встретил нескольких в городе они пытались меня убить мы ударим с двух сторон отвлеките защитников я зайду в крепость с тыла найду девушек и позабочить чтобы им не причинили вреда я перелезу через стену как только вы начнете бой звучит рискованно но мне кажется ты знаешь что делаешь начали началось ну поехали быстрей трем коней для рода рика и валим отсюда если стены не выдержит мы далеко не уйдем и так быстро придется изменить планы здрасте ну-ка заморозочка прикольно мне нравится вообще кайф блин а чё не на всех это машет во все стороны где уже нет никого давно ну ну то есть даже парень в заморозке вообще абсолютно без проблем берет мне вот это вот очень нормально лошадки но я как бы не спешу потому что у меня здоровья почти нет а тратить ласточку сейчас я не хочу мне кажется впереди еще миллиард боев будет может быть конечно есть что-то что лучше чем мясо восстанавливает еда 50 восстанавливает здоровье 50 восстанавливает здоровье и регенерации а ну и типа 10 как алкоголь хоть и быстрей восстанавливает все ну в принципе драться можно даже таким мне реально кажется что раз это осада как бы на крепость что гвардейцев не видать и драться в домах не должно быть а можно меньше достать я сбежался блоки алло парень пробил мой блок кулаками кулаками блок пробил я прям собираю как геральт бежит такой бутылку пьян короче и берется со всеми убить его а сильно ударить не так я не знаю чертенькие вперед без жалости окружить его окружить и убить давай ребята бей супостата я тебе покажу катары супостата а не я я-то молодец хочешь меня ударить что это может быть не хочешь не дают реально сильный удар сделать как бы я там не пытался оставь мне жизнь я я ничего не сделала ты водишься с очень неподходящими людьми где дружки центрица я знал я знал что нельзя давать им кров но все равно дал где они сейчас в замке готов готовится бежать у них есть спутница женщина по имени сиана разуме разумеется это это она меня убедила их принять и втравила тебя в большие неприятности где она вещи собирает мы должны были уехать вместе старый дурак я бы все все для нее сделал где она в замке ее ее комната в башне на самом верху где похищенная девушка что о чем какая девушка я я ничего не знаю ни о каком бы похищении это видно мои гости что что со мной будет ты врешь мне оставлю тебя княжеской гвардии если не истечешь крови чтоб тебя я знаю таких ублюдков которые помогают присмыкаются перед злодеями а потом такие не надо было мне этого делать ой не надо было и как только у него появилась была возможность меня убить он бы тут же это сделал я таким не доверяю что там такое они уже в город сколько 3 из них стрелы они станут погибнуть это это законно было сейчас вот то что я не сделал сейчас это вообще кайф да круто нравится а можно было заморозить о он заморозил о ты как горд железный я тебя на куски порву горд какой-то трехметровый вообще умирать собирался нет сейчас какой-то так мне нужно что-нибудь другое еще какая-нибудь еда которую много восстановит 50 кстати яйцо устанавливает а тут 50 устанавливает а мясо тогда сколько устанавливает неинтересно которая сырая не жареная а тоже 50 ну то есть короче шило на мыло значит нужно то что больше восстановить чем 50 например вот жареная свининка хорошо идёт оп 80 наверное больше не буду пьяным бегать да игром наверно не буду использовать а еще еще топ такие шут это ваш последний шанс сдавайтесь во что нас это сука втравила бей его вперед суд ой регес пришел мне помочь класс или нет а ну или да не пробраться в замок они меня за все заплатят только ты держи все в руках, все в руках буду сейчас с вампирами драться, пацаны новые жесткие эй куда пошли? стоять? не ес оп думать надо было когда вызрали в сторону не ожидал найти вас здесь мы подумали что помощь тебе не помешает и... ведьмак нет времени объяснять где Рена? думаю внутри мы все узнаем так пойдем уже что в окна может прыгнешь? Рена с тобой? что с тобой? если кто из них? ты же знаешь я не дам себя в обиду я ждала тебя то она врет ему я не знал где искать тебя они грозили убить тебя я... прости я тебя подвел тут что-то не так тут что-то не так как бы как бы в комнате в башне именно в той где мы сейчас и которые совсем не похожи на камеру для узницы кстати тут еще и графин с вином случайно оказался кто-то готов поспорить это краденый сангриаль к чему ты клонишь? я дам тебе шанс все рассказать самой я все знаю мне нечего рассказывать ведьмах что происходит? боюсь дедлов тебя обманули друг прошу тебя ты должен выслушать Геральта Рена не настоящее ее имя ее зовут Сиана и она сестра Анны Генриетты книги не тусанта что? что это за бред? за руку ее лучше держать Сиану изгнали из дворца когда она была ребенком теперь она вернулась нашла убежище в Дунтынне и отсюда командовала шайкой бандитов она послала в баклер человека по прозвищу Центриц он крал для нее княжеское вино так я вышел на ее след затем она решила вернуть драгоценность которую получила в подарок от отца мне очень жаль Дэтлов ты был лишь частью ее плана плохо все это закончится ну сейчас начнется я тебя любила и правда ты придешь в Тесхам мутно и все объяснишь не придешь я сравняю баклер с землей обещаю даю три дня я буду ждать я буду ждать он просто улетел он не хотел поступать опрометчиво ему надо остыть ну хотя бы сдержался я думаю он он выполнит свою угрозу не знаю когда он впадает в ярость он непредсказуем я пойду к нему прости что после того как вы не знаете Дэтлофа так хорошо как я если я его не послушаюсь он правда у него хватит на это сил в тебе зашевелилась совесть лучше лучше поздно чем никогда так же не а что ж это представляется лучшим выходом ваше милость осторожней гвардейцы видели вампиров чудовище могут быть где-то здесь вампиры или нет найдите мою сестру ищите ваша милость это мне кажется он выдумался 40 супер крытых стражников у всех воображений короче просто один постоянно бегает такой оп оп Сиана и все таки это ты сестричка во что же ты впуталась теперь ты за меня волнуешься правда я понимаю что ты испытываешь ко мне неприязнь но обещаю что мы с тобой она ее убьет господи она ее убьет мы еще об этом поговорим капитан введите Сиану во дворец я займусь ей как только мы вернемся слушаюсь ваша милость она ничего и не простила а тебе ведьма моя искренняя благодарность не могу поверить что моя сестра была так близко а родерик из дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже да правильно а ну как бы да он не знал шантажен родерико манипулировали точно так же как и вампиром кстати ты выяснил кто похитил его возлюбленную как тебе сказать это Сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство что? что за чушь? чистое правда она и есть его пропавшая возлюбленная она инсценировала собственное похищение чтобы управлять им он был только орудием за всей этой интригой стоит Сиана вы ошибаетесь это не может быть правдой это правда ваша милость я знаю этого вампира и как это знаешь? кто он? Детланд который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про Назаир? да есть еще что-нибудь о чем вы забыли мне сказать? может под горой горгоной живет дракон? или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир? эм... ну... как тебе сказать? где он теперь? он ждет Сиану если она в назначенное время не придет к нему навстречу он уничтожит Баклер он посмел нам грозить? ваша милость у нас есть три дня чтобы привести ему Сиану и... замолчи у вас три дня на то чтобы принести мне его голову хватит с меня тайн и помощи вампирам я требую того за что заплатила головы бестии вот ультиматум так ультиматум вот ультиматум так ультиматум 50 уровень билетный ты думаешь ее милость уже остыла? сомневаюсь она так легко ничего не забывать особенной угрозой да даже я вынужден признать что дэтлов вел себя совершенно неподобающе ты что нервничаешь? с чего бы вдруг? дай подумать ты возвращаешься с охоты с пустыми руками без трофеев и потеряв след что ж бывает особенно если чудовище которое ты выслеживаешь умеет превращаться в туман а как как реагируют заказчики когда ты не оправдываешь их ожиданий? зависит от положения крестьяне ругаются матом мещане требуют вернуть задаток дворяне пытаются затравить тебя собаками а владыки обычно грозят эшафотом судари вас ожидает досточтимая княжна я на самом деле пока вообще не знаю каким бы ваша милость народ требует кары сиана совершила столь страшные преступления пролила столько крови что еще слово пальмерин и я совершу преступление жертвой будешь ты ну ты ж преступница спасаешь повторяю в последний раз сиана в ответе за множество смертей но она моя сестра учитывая кровные узы и наше прошлое я не допущу сама суда опасаюсь вашей милости что чернь может подняться они могут взять темницу штурмом пусть тебя штурмуют ее там нет сиана в безопасном месте и будет там ожидать суда покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира я вижу по вашим лицам что вы от него не избавились мы сделали все что могли но мое терпение исчерпано геральт где он где дед лав понимаешь что если я тебе скажу такой он у вас и всех убьет вообще абсолютно все не знаю след оборвался это все что ты можешь сказать я берегу время вашей милости и говорю как есть а иногда я устраиваю охоту на лис вы знаете как это выглядит великий ловчий спускает собак со сворки они мигом берут след и загоняют зверя и все это в пределах часа у тебя ведьмак была неделя помощь моих рыцарей и ты не достиг абсолютно ничего серьезно я начинаю думать что моя легавая лучше бы справилась позволю себе заметить что существует небольшая разница между высшим вампиром и лисой не уже совсем как между неудачной шуткой и оскорблением высшей власти осторожнее со словами а теперь к делу вы установили хоть что-нибудь ваша милость Сиана использовала Детлофа она обманула его чтобы убить рыцари которые сопровождали ее возгнание вероятно вот твои супер крутые рыцари вампиры что ну говори но мы же законим сфере напали на город капитан де латур обороняет площадь возле пристани но множество убитых счастливо оставаться я пошел я в этом не участвую зараза давай и дерись вперед раз уж Детлоф хочет войны он ее получит Геральт за дело больше никаких отговорок Пальмерин ты уберите ее не уберите лучше б я собаку типа отправил вампира убить а потом ой геральт помоги пожалуйста таким людям никогда помогать не буду сколько бы они мне не платили эээ че добива че за 跳б хорб а эээ не встречи а КОНЕЦ КОНЕЦ Ну давай, где-то Оп Что, реально можно добить? КОНЕЦ 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 Сиана не явилась навстречу Вот пожалуйста Детлов не шути Да И нам тоже надо заняться этим всерьез Дело зашло слишком далеко Нет, нет Геннадзе Ригис Ты упоминал какой-то способ выманить Детлафа Говорил, что не хочешь прибегать к нему, потому что он слишком опасен Я так выразился? Прости, в таком случае я ввел тебя в заблуждение Слово «опасен» передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска Пожалуйста, заканчивай уже внутренний монолог И просто скажи, как заставить Детлафа явиться навстречу Минутку Мне бы хотелось, чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу Ты же можешь выполнить требования Детлафа и освободить Сиану? Ты думаешь, Детлаф все еще верит в невиновность Сианы? Я думаю, он что-то подозревает Он пытается понять, что происходит Я ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной Попробуй убедить меня, что ты прав Почему я должен освобождать Сиану? Я знаю, теперь в это тяжело поверить, но... Детлаф не злой Он импульсивный Нужно, чтобы они встретились, поговорили И он отступит от города Хм... Я-то, может, и соглашусь А вот... Анна Генриетта... Никогда Заметь Я не предлагаю спрашивать у нее позволения Ты вкуснешь, что я наемно-рабочий, а не ты? У меня много замечаний к твоему плану В том числе и такое Мы не представляем, где держат Сиану Ты слышал, что говорила княгиня В темнице ее нет Ну, типа он вампирный Отговорки, мой друг Я уверен Стоит тебе захотеть Ты найдешь ее без труда Ммм... Ну, в общем Можно поговорить с Дамьеном Княгиня держит его при себе Вероятно, он что-то знает Вот видишь Я знал, что ты что-нибудь придумаешь А если встреча пойдет не по твоему плану? Что, если дойдет до боя? Ты можешь гарантировать, что с Сианой ничего не случится? Крайне маловероятно, что... Слушай, давай без теории вероятности Просто ответь Да или нет Ручаюсь, что волос не упадет с ее головы Надеюсь, я развеял твои сомнения? Не совсем Мы еще не закончили разговор Вот по-хорошему я вообще не вижу ни единой маленькой причины Кроме, наверное, одной Что самой Ане Генрейте это не понравится В том, чтобы сохранять жизнь Сиане Ни единой Она из-за своей лживой натуры и зависти Перебила людей, которые ввели ее в изгнание Вот эти вот все стражники Она Шантажировала вампира, которого влюбила в себя И заставляла его убивать других Типа, блин, вообще ее нет смысла оставлять в живых Это просто настолько мерзкое чудовище, что ее просто надо убить и все Единой там в темницу, типа, на всю жизнь Я бы в этом варианте реально договорился бы с Детлофом и просто отдал бы Сиену ему на убиение Он бы ее убил и успокоился и улетел бы куда-нибудь На юг Так как можно выманить Детлофа, если вдруг понадобится кровью девственницы? Видишь ли, где-то неподалеку живет один из скрытых Древних могущественных вампиров Самых древних и самых могущественных Да, и? Тусент Земли Скрытого Каждый из нас обязан слушаться его, покуда здесь находится А значит, достаточно одного его слова и Детлоф явится в указанном месте И ты, конечно, не знаешь, где он находится И как убедить этого скрытого, чтобы он вызвал Детлофа? Сперва хорошо было бы его найти Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды А вот местный, возьмем, к примеру, Арианну Видишь ли, она тоже Я догадался Хорошо, допустим, она меня к нему приведет И что дальше? Не знаю Надо будет импровизировать Словом, или я поддамся шантажисту Или сражусь с ним Ты знаешь мои предпочтения Если мы освободим Сиану и устроим ей встречу с Детлофом Есть шанс, что мы все останемся живы Включая Детлофа Регис Прости, что ставлю тебя в такое положение, но Если я все-таки решу драться с Детлофом На чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом Я не стану у тебя на пути Я оценю это Надеюсь А теперь скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать? С другой стороны Я бы и Детлофа убил Потому что такой вампир Который себя контролировать не может Вообще не имеет никакого смысла в существовании Плюс его любимая предала Поэтому Он, наверное, сам будет не против погибнуть Освободить Сиану под горимым знаменом К силовому решению Пойдем к Ориане Я пойду к Ориане И чтобы мы до этого притащили Короче, убили его Вот так вот думаю Даже при том, что у Татьяна Я не хочу ее освобождать Потому что он там сидит в темнице, где угодно Анна Генриета мне заплатила Я сюда приехал именно по ее повелению И я отработаю контракт до конца Я думаю, что я так и сделаю Прости, Рекис, но гибнут люди Я не могу тратить время на Серапию для супружеских пар Что ж Жаль Ты знаешь, что делать Сходи к Ориане Попроси, чтобы она направила тебя к Скрытому Может она согласится А ты что будешь делать? Сейчас Сделаю все, что могу Чтобы по возможности Сократить число жертв Если узнаешь, где искать Скрытого Шепни словечко птицам Я тебе помогу Даже если придется выступить против Детлофа? Даже если так Удачи, Геральт Удачи, Рейгас Такое мое решение В следующий раз буду проходить Выберу другого Но сейчас мне интересен именно этот Ну и тут все равно мне кажется Нет прям правильных Решить проблему А, теперь на любом задании Решить проблему с Детлофом Блин Прежде чем я смогу это делать Хорошо Долгая ночь Ну что ж Увидимся в следующей серии С вами был Джек Срасти на Калявица А то кровь и вино Увидимся еще счастливо Увидимся еще счастливо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok